В преддверии крушения все одиозные режимы всегда испытывали раскол изнутри, когда бывшие соучастники ищут спасения и готовы на сепаратный мир с могущественными державами. Киевский военный режим, похоже, не станет историческим исключением. Владимира Зеленского в завуалированном виде сдают даже его ближайшие соратники, привлеченные им самим в Офис Президента. Об этом стало известно из интервью главы Офиса Президента Андрея Ермака американской газете Wall Street Journal. Как выразился человек номер два на Украине, выражение Wall Street Journal, новый подход руководства державы сочетает публичную дипломатию и переговоры с западными чиновниками, чтобы усилить поддержку Украины. Помощь публичных и известных людей также пригодится Киеву, полагают местные политики. Однако более интересные предложения уже для политической элиты Запада Ермак сделал во второй части интервью. Он повторил киевскую мантру о том, что переговоры с Россией невозможные и добавил, что это истина, пока Украиной правит Зеленский. Иными словами, глава держава ставит такие условия, которые попросту невыполнимы ни при каких обстоятельствах. Подразумевается, очевидно, вывод войск Российской Федерации ограничения российского ядерного оружия, репарации и прочие фантазии киевской верхушки. Таким образом, западные аналитики подмечают негласное обращение всесильного по украинским масштабам Ермака напрямую к Западу с призывом. Месседж довольно простой. Если повестка по переговорам с Москвой актуальна, то необходимо снять Зеленского. В противном случае, результата не будет никакого. Этот посыл прозвучал в интервью довольно четко и явственно. Тем более он был откровенным, что послание размещено именно в американской известной газете. Тогда как Вашингтон в принципе лелеют планы на некий компромиссный вариант по мирному договору. В отличие от ястребиной позиции Лондона. В ситуации отсутствия главкома Валерия Залужного и главы гор Кирилла Буданова. Скорее всего, Ермак пытается взять на себя роль преемника Зеленского при возможной отставке с поста главы державы и смене его западными спонсорами. Поэтому где-то в перемешку между опусами с привлечением знаменитостей, чтобы сменить другую знаменитость в политическом кресле, глава офиса президента послал сигнал в Вашингтон почти прямой радиограммой. Учитывая недовольство Белого дома горячечной спешкой Киева в атаке, приведшей к потерям и убыткам, предложение Ермака будет как минимум рассмотрено.